Какой красивый дворик. Просто нельзя пройти мимо, чтобы вам не показать эту красоту. Вон маленькая собачушка бегает. Здесь собак выгуливают в колясочках. Привет! Привет, малыш! Ой, боже мой! А здесь вот так. Это первая береговая линия. Так красиво, так красиво. Здесь никто не живет. А вот здесь какая красота. Здесь живут. Сейчас уже время сиесты, все кафе уже заполняются. Вот какое дерево. Магнолия, я так понимаю. Такая зеленая красивая стриженная травушка. Такое прекрасное теплое море. Видите, как надувают электрические. А я пришла сюда, вот в это заведение. На пляже тут часто встречаются бесплатные туалеты и в очень хорошем состоянии. Все там есть то, что необходимо, так что проблема, можно сказать, решена. Сейчас у нас вечер и наши соседи отмечают день варенья. Тут был вывешен большой плакат, он висит там, светится огнями. Написано было 32 года. Кто-то отмечает праздник. Вот наше кафе. Сегодня воскресенье, людей здесь, говорят, не будет вечером, потому что завтра на работу. Хотя интересно, как они тут работают, тут какая работа, сейчас же сезон закрыт. Такое здесь спокойное утро. Детский сад второй четверть. Неделю ходим возле этого прекрасного дерева. Апельсины падают на пол и падают. Никто не поднимает. Хотя апельсины здесь стоят как минимум от евро, а хорошие такие оранжевые стоят 2 евро. Это на рынке, в магазине дороже. Но никто почему-то их не подбирает. Какая же красота, беленькие эти домики. Так радует глаз. Особенно с башней мне нравится. Вот цветы такие синие в Генвелии. Эта машина мусор, наверное, собирает. Здесь очень высокая влажность. Вот мы идем, да, ветер прохладный дует, а мы все мокрые. Мы до сих пор с этим впороться не можем. В Украине никогда такого не бывает, чтобы дул прохладный ветер, а ты при этом потел, как будто ты тащишь два мешка с гычкою. Вчера пошли гулять на море, еле выдержали. Ветер такой вот пронизывающий и пот прям течет по спине. Ну что это такое за погода? Для нас это так необычно. Очень влажный климат. Да я смотрю, что я здесь не пользуюсь кремом для рук, мне здесь руки не сушит, лицо не сушит, пятки хорошие. Просто таки влажность для нас это велика, если честно. Сейчас покажу вам вот типичное жилье, которое здесь есть. Посмотрите, маленький такой вот, маленькая как бы верандочка, садик такой вот здесь. Здесь обычно стоит стол, а вон плита, вот вода. И здесь можно проводить время. А сейчас вам покажу то же самое помещение, только здесь веранда частично застеклена, разделена как бы надвое. Вот левая часть застеклена, а правая часть для того, чтобы сидеть на улице. Видите, лишнее помещение здесь тоже очень уютно. Мне так нравится, что здесь все плиткой выложено. Это ж так легко все можно помыть, привести в порядок. Еще везде вот такие решетчатые двери. Железные, которые дополнительно еще хранят жилища. Тоже очень нравится. Вот здесь прямо между домиками, между трассой и вот расположена линия магазинов. Лидл наш любимый, Алди тут. И вот здесь можно взять в аренду кусочек земли и будет это ваш огородик. И тут все так хорошо растет. Смотрите, полив есть. И земля довольно таки неплохая. Разные тут растения. Вон салаты какие. Бурино практически нету. Вот те мужчины ухаживают за своими растениями. Ола. 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 Тут тоже такие ленты понавязывали для того, чтобы птицы не выклевывали, наверное. Ну а как же здесь все растет. Смотрите, это баклажаны там такие высокие. Вот это приходишь себе. Ой, баклажанчики какие растут. Приходишь себе, покопался в земле, кому нравится. Ну и что-то на огород себе приобрел. Тут и вода есть сразу. Видите, участки ограждены разных людей. Вон помидорки висят. Все растет. Салаты разные. Ребятушки, я сейчас так благодарна видео. Потому что я имею возможность показать другим людям место, где я сейчас нахожусь. Когда мы приедем домой и будем смотреть эти видео, нам будет казаться, что это все было не с нами. Точно так же было и после Таиланда, когда я увидела первый раз в месяц, который не вот так, право и влево, старый и молодой месяц, а наоборот, внизу и вверху. Это было такое у меня удивление. И все остальное, то что я там увидела, это было так удивительно, мне казалось, что я нахожусь в другом мире. И вот когда я смотрю, например, видео из Африки, или из Эмиратов, или из Индии, мне все там интересно. Точно так же и люди, которые смотрят меня в других странах с другими климатическими условиями, с другим бытом. Я читаю комментарии, вижу, что им тоже интересны, интересны всякие мелочи. Поэтому я стараюсь вам показать все самое интересное, самое лучшее, что я видела. И знаете, я счастлива этим. Счастлива, что я могу этим поделиться с вами. Поэтому, когда мне пишут, вот вы зарабатываете деньги в видео, те деньги, которые я зарабатываю в видео, они вообще не стоят выйти на войска. Не забывайте о том, что с российских телезрителей, которых у меня на канале большинство, я вообще не получаю ничего. Но я не жалуюсь на это. Я продолжаю снимать видео, потому что мне это очень интересно. И это не стоит никаких денег, никаких общения, вот комментарии, то, что люди пишут. А я тоже там была. А вот вы туда пойдите, а вот вы то посмотрите. Люди вспоминают об этом, они мне благодарны, а я им за то, что мы можем поделиться этой информацией. И мы, сидя дома на диване, можем увидеть так много нового, интересного. И знаете, ради этого стоит и жить, и экономить, и мечтать, и собираться в эти путешествия. Спасибо. 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 Спасибо.